На спортплощадке в парке Родина за медали турнира памяти жертв Беслана сражаются 15-летние футболисты. Все они друзья воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 11. Команды многонациональные. Тренер Илья Янков уверен, соревнования только объединяют парней, ведь приходится бороться за первое место. И статус состязаний в данном случае не важен, будь то первенство города или турнир-мемориал, как этот. Трагедия Беслана в наших сердцах останется, конечно, это и очень много погибших детей. Ребята очень прониклись, потому что все помнят, наверняка, родители слышали, кто даже не помнит, в маленьком возрасте был, и понимают. Еще раз проговорили про то, что нужно не терять бдительность, нужно всегда быть на концентрации. Мы на тренировках постоянно проговариваем, то есть и в беседе с ребятами, чтобы у нас можно видеть разные национальности в команде. То есть есть и азербайджанцы, ребята, есть и татары, есть и русские, и поэтому все стараются дружить. На церемонии открытия турнира спортсменам напомнили о трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу. Погибли 314 человек, из них 186 детей. Трагедия Беслана, то есть терроризм – это страшное дело, я им сказала, о том, что это разрушение, это смерть. Мы должны это помнить, знать и стараться, как говорится, своими действиями не допускать, чтобы нас запугали террористы. На традиционном футбольном турнире «Дети Беслана» в наших сердцах выступали 4 команды, почти полсотни подростков. Играли по олимпийской системе, на вылет. Матчи скоротечные, два тайма по 10 минут. Хоть он такой, как можно сказать, товарищский турнир, внутришкольный, но победить каждый хочет. А что они способны, они хотят показать. Кроме футбольного турнира с шор номер 11, в середине сентября на физкультурном комплексе «Невский» в Зубчининовке проведет внутришкольные соревнования «Россия против террора». На татами и борцовских коврах сойдутся самбисты, сумаисты, дзюдоисты и греко-римские борцы, чтобы показать не только свое мастерство, но и солидарность в борьбе с терроризмом. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.